Я очень рад возможности сделать доклад на общий институтском семинаре Математического института Стеклова. Тема доклада, как уже было сказано, «Математические вопросы теории управления квантовыми системами». Общая теория управления зародилась в конце 50-х, 60-х годах, когда был сформулирован принцип максимума Пантрягина. В работах Пантрягина, Балтианского, Комкорелиза и Мищенко и метод динамического программирования Беллмана. В последующие годы теория оптимального управления стала одной из активных областей исследований. В частности, занимался президент РАН Юрий Сергеевич Осипов. Фундаментальные исследования были сделаны в отделе дифференциальных уравнений Математического института. В Уральском государственном университете, в Московском университете, в институте проблем управления РАН Трапезникова. Вопросы управления квантовыми системами стали привлекать внимание в 70-х, 80-х годах. И был сделан в теоретических работах тоже в то время очень важный вклад. В частности, в работах Белавкина, Бутковского, Брюмера, Вайсмана, Кротова, Рабеца, Райса, Самойленка, Теннера, Шапира. То есть тогда вопросы квантового управления получили некоторые интересы и некоторые развития. Тут надо отметить, что в ряде задач, скажем, принцип максимума Пантрягена, в ряде задач квантового управления применяется в непосредственной форме. То есть с этой точки зрения управления квантовыми системами это можно рассматривать как частный случай. То есть конкретные динамические системы. В то же время при управлении с обратной связью возникают свои особенности из-за того, что квантовые измерения неизбежно влияют на эволюцию измеряемой системы. То есть в некоторых задачах есть квантовые системы, частный случай, общая теория управления, в других есть своя специфика. В настоящее время методы управления квантовыми системами получили бурное развитие, очень активно развиваются. Центры, группы есть во многих ведущих университетах мира, есть в Принстоне, Гаварове, ДМИТ, в Институте Вейтсмана, несколько групп в МГУ, МИАНИ и так далее. И в частности в связи с возможными приложениями квантовой теории информации, как и в Математическом институте этим занимаются Игорь Васильевич Волович, Сергей Козырев, профессор Холева. То есть это здесь тоже такая активная область. Какие есть приложения квантового управления? Множество. Я перечислил только несколько, упомяну кратко. Например, управление химическими реакциями с помощью модулирования лазерного импульса, или фотохимия. В этом случае мы имеем какие-то химические компоненты А1, А2, АН, которые мы смешиваем, воздействуем на эту смесь лазерным импульсом определенной формы и стараемся максимизировать выход какого-то... Мы имеем несколько продуктов на выходе B1, BKT. Хотим, например, подобрать форму импульса таким образом, чтобы максимизировать выход заданного B1, либо какой-то баланс между ними, достичь какого-то баланса оптимального. Другая область применения – это спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Чуть позднее я приведу конкретную модель по этому поводу. О разделении изотопов тоже возлагаются надеждой на применение теории управления квантовыми системами к проблеме разделения изотопов. Сильные лазерные поля, сейчас строятся мощные лазеры, и предполагается, что модуляцию импульса мощных лазеров возлагается надежда на то, что это будет возможно использовать для инициации ядерных реакций, для создания лазерных ускорителей, для управляемого создания электрон-позитронных пар в сверстильных полях, для возбуждения ядерных уровней и так далее. В квантовой информации и теории квантовых вычислений тоже модуляция лазерных импульсов может использоваться для оптимального создания квантовых логических элементов. Многие другие есть приложения, я только несколько перечислил. В докладе затронуны только несколько математических проблем, посвященных вопросам управления квантовыми системами, и содержание доклада следующее. Сначала будет сказано общая формулировка задачи управления для замкнутых и открытых квантовых систем. И потом следующий результат будет рассказано о свойствах ландшафтов управления для замкнутых систем. Основной результат это будет показано существованию так называемых ловушек второго порядка. Затем я расскажу про ландшафты управления для открытых квантовых систем, связь задач и оптимизация на комплексных многообразиях штифеля. И результат это отсутствие ловушек в так называемых регулярных управлениях. Следующим пунктом будет некогерентное управление и доказательство полной управляемости открытых квантовых систем в пространстве всех матриц плотности в некоторой конкретной физически реализуемой модели управления. И затем будет часть про квантовые измерения. Оптимальная аппоксимация квантового динамического эффекта зеленого наконечным числом измерений. Точно решаемая задача. Для цели настоящего доклада квантовые системы делятся, удобно разделить на два типа. Замкнутые, которые не взаимодействуют с окружением, и открытые, взаимодействующие с окружением. Состояние замкнутой квантовой системы, ПСИ, это вектор в гильбертовом пространстве H. В докладе мы будем рассматривать только конечномирные гильбертовые пространства H равно Cn. Но в ряде задач N может быть велико, в принципе, до миллиона. То есть 10 в шестой степени это в задачах управления химическими реакциями, это нормальное такое число. Для открытых квантовых систем, состояние открытой квантовой системы описывается матрицей плотности ρ. Множество всех матриц плотности мы обозначим буквой D. Это множество матриц с конечным следом в гильбертовом пространстве H, которые положительные и след которых равен единице. Эволюция замкнутой квантовой системы описывается уравнением Шарьёдингера. Пси-Т это вектор состояния момента времени Т. А H-У это гамильтонианс, самосопряжённый оператор, который здесь мы указали зависимость от параметра управления У. Для открытых квантовых систем эволюция описывается мастер-уравнением. Общий вид здесь есть некоторый. Для матрицы плотности момента времени Т есть некоторый гамильтонов член. И L-У, L-линейный оператор в пространстве N-N матриц, в данном случае для N-уровневых квантовых систем, зависящий тоже в общем случае от параметра управления. Оператор вида горения. Это может быть некоторый произвольный линейный оператор. Я пока не конкретизирую его вид. Дальше будет использоваться конкретная форма. Тип эволюции. Для замкнутых систем эволюция унитарная. Гамильтониан, самосопряжённый оператор. Начальное состояние момента времени 0 переходит в состояние момента времени Т под действием некоторого унитарного оператора У. Для открытых систем эволюция вполне положительная. Начальное состояние Ру-0 переходит в состояние Ру-Т под действием некоторого вполне положительного отображения, которые тоже зависят от управления в нашем случае и от конечного времени. Какие целевые функционалы изучаются? Основной пример для замкнутых систем – это задача перевести начальное состояние ПСИ0 в состояние ПСИТ, которое имеет как можно большее пересечение с некоторым заданным целевым состоянием ПСИТ. Задача максимизировать ЖУ, то есть мы хотим, чтобы скалярное произведение ПСИТ и ПСИТ было максимально, то есть максимизировать вероятность перехода в заданное состояние. Для открытой квантовой системы, как правило, рассматривается более общий вид функционала, среднее значение некоторого самосопряженного оператора целевого, который описывает некоторую физическую величину, и мы хотим максимизировать среднее значение этого оператора в финальный момент времени Т. Ну и здесь я перечислю три важных класса целевых функционалов, которые используются вообще в задачах квантового управления. Пусть Т – некоторое заданное финальное время. Первый класс – это максимизация среднего значения заданного наблюдаемого таргет, который я уже упомянул. Второй класс – это соответствует задачам перевода начального состояния системы РУ-0 в некоторое заданное конечное РУ-таргет. В данном случае мы хотим минимизировать расстояние между состоянием системы под действием управления У и заданным целевым состоянием, то есть минимизировать вот эту разность. Третий важный класс задач – можно описать вот как генерация заданного унитарного оператора, например, квантового логического элемента, например, СИНОТ. В этом случае целевой функционал – это минимизация расстояния между унитарной эволюцией под действием управления и заданным целевым оператором. Здесь я скажу небольшую уговорку, что физически унитарные операторы, отличающиеся на комплектное число по модулю равны единице, они физически эквивалентны, поэтому, строго говоря, рассматриваются немножко другие классы функционалов, но так вот, не вдаваясь в подробности, можно вот так вот описать задачу. Простейший пример задачи управления квантовой системой – это управление двухуровневой квантовой системой спином для задачи ядерного магнитного резонанса. Вот возникает такая задача наиболее быстрого перевода ядерного спина из некоторого состояния в состояние с нулевой намагниченностью. Двухуровневая система, матрица плотности может быть представлена, представлена в таком виде, где σ – вектор Паули-матриц, σx, σy, σz, f – некоторый вектор в R3, норма которого меньше либо равна единице. Это следует из-за условий, на котором должна удовлетворять матрица плотности. Можно показать, что под действием магнитного поля, ну, свести задачу, забыть про координату x, свести задачу к эволюции в одной плоскости и показать, что спин взаимодействует с окружением, система открытая, и показать, что динамика магнитности удовлетворяет вот этой системе уравнений. Здесь гамма, большой и гамма малая, константы релаксации, определяемые свойствами системы и окружения. То есть для каждого окружения они свои. И задача – перевести начальное состояние, y0, z0, в центр координат. Управление предполагается, магнитное поле предполагается ограниченным по амплитуде. Задача – перевести как можно более быстро, то есть за минимальное время. Так, в данной формулировке нет ничего специфичного для квантов, и конкретной динамической системы написано, и можно поименить принцип максимума Пантрягина, что сделано, например, вот в этой работе, написать функцию Гамильтона, вести сопряженный импульс, и дальше. Ну, эта задача допускает, в общем, явное решение, явный ответ. Это, как пример, самый простой такой задачи управления квантовыми системами. Какие сложности возникают в задачах другого типа, например, при управлении химическими реакциями? Системы многоуровневые. В предыдущем случае n было равно 2, мы рассматривали двухуровневую систему. Часто возникают задачи с n порядка 10 четвертой, 10 шестой. И вторая проблема, что тоже для сложных систем неизвестны, либо известны только частично. H0v, гамильтонианная система известна только частично. То есть численно мы не можем решить задачу, потому что мы не знаем явного точного вида уравнений движения. Вот тогда применяются различные методы. Самый простейший вариант градиентных методов, когда мы выбираем какое-то управление начальное, делаем различные вариации. Дальше система как-то эволюционирует под действием разных выбранных управлений. Это как бы черный ящик, мы не знаем как, но мы можем на выходе измерить целевой функционал, то, что мы хотим максимизировать. Находим градиент, например, изменяем управление. Это самый простой вариант, конечно, используются в реальности более нетривиальные методы. Ну так вот упрощенно используем, модифицируем управление, двигаемся на направление градиента, например, и так далее. Повторяем процедуру до тех пор, пока... То есть численные методы, то есть такие алгоритмы используются часто при нахождении оптимальных решений в реальных задачах, когда невозможно написать точную модель системы, либо ее невозможно решить. Методы, алгоритмы делятся на два типа с точки зрения поиска глобальных максимумов. Это глобальные. Генетические алгоритмы, эволюционные и так далее. И локальные, градиентные методы и так далее. В частности, важный метод, который используется в теории управления, это метод Кротова в современное время. Правильный выбор того или другого метода определяется свойственными так называемого ландшафта задачи управления. Ландшафт — это фактически график целевого функционала GATU. Важные точки ландшафта — это оптимальное управление, глобальный максимум целевого функционала, то управление, которое мы хотим найти. Ловушки, локальные максимумы GATU, то есть максимум со значениями меньше, чем глобальный максимум. Также для алгоритмов, использующих информацию не более чем первого или второго порядка, ловушки второго порядка имеют важное значение. Это точки, где градиент целевого функционала равен нулю. Гесиан, здесь H — это не гамильтинян, Гесиан, вторая вариация, нет, отрицательно полуопределен, и которые не являются глобальными максимумами. Здесь не требуется строгая отрицательная определенность, допускается существование нулевых собственных значений. В принципе, целевой функционал, конечно, может расти в окрестности ловушки второго порядка, но расти медленно, как третья степень, либо медленнее от вариации. И важный вопрос, собственно говоря, состоит в установлении доказательств наличия либо отсутствия ловушек и ловушек второго порядка для конкретных задач, либо, может быть, в общем, для широкого класса задач управления квантовыми системами. Эта проблема доказательств наличия либо отсутствия ловушек у ЖУ. И важность этой проблемы обуславливается широким использованием локальных методов при практической оптимизации. То есть мы хотим знать, иметь некоторую информацию априори о системе, есть у нее локальный максимум или нет. Если нет, то мы смело используем локальные методы, и мы знаем, что мы найдем глобальный максимум. Иначе надо использовать генетические либо какие-то комбинированные алгоритмы. То есть практически это важная задача. Определение общих свойств, может быть, зависимость от гамильтинья, но от свойств ландшафта управления. Для замкнутых систем задача формулируется следующим образом. У, Т, У – унитарный оператор эволюции системы в момент времени Т по действию управления У. H0 – свободный гамильтиньян, гамильтиньян в отсутствии управления. Самосопряженный оператор В – другой самосопряженный оператор, который описывает взаимодействие системы с управляющим полем. И целевой функционал вот такого вида. У, Т, Р0, У, Крест, Т – это матрица плотности системы в момент времени Т. У – это целевой функционал. Мы хотим максимизировать. Вводится такое понятие к поднятию ландшафта. Целевой функционалу G, А, У, ставится в соответствие функция на унитарной группе не на пространстве управления, не на функциональном пространстве, которому принадлежит У, а функция на унитарной группе, определенная по аналогии с целевым функционалом следующим образом. У здесь элемент у унитарной группы, У от N. Определение. Управление У со звездочкой является регулярным, если дифференциал отображения F из пространства управления E на унитарную группу, N – это размерность системы, который ставит соответствие каждому управлению, просто решение вот этого уравнения в момент времени T большое. И вот если дифференциал в точке У со звездочкой все объективен. Такие управления называются регулярными. И теорема, какой-то, видимо, это, я так думаю, базовый факт, что регулярное управление у критической, то есть градиент G от У равен нулю. Если и только если соответствующая унитарная матрица, унитарный оператор, критически для поднятия ландшафта. Причем гисяны исходного целевого функционала и у поднятия в точках У и У большое имеют одинаковое число положительных и отрицательных собственных значений. То есть свойства ландшафтов в регулярных точках ландшафта Ж и поднятого ландшафта, они идентичны. Поэтому можно в регулярных точках свести задачу просто к исследованию функций, следовав функций на унитарной группе. Вот он. Вот формировка проблемы исследования ландшафтов управления была сделана в работе Рабица Фсиха Розенталя в журнале Science в 2004 году. Ими же показано в этой и последующих работах, что поднятие ландшафта на унитарную группу УН имеет как критические точки только глобальные максимумы и минимумы и седловые точки, которые все перечислены. То есть локальных максимумов у таких функций нет. Ну и тут важно тоже перечислить все седловые точки, потому что градиент на них равен нулю. Если мы сразу так неудачно выбираем наше управление, чтобы выводить седловую точку, то с помощью градиентных методов мы тоже уйти с нее не можем. Нам нужны какие-то новые дополнительные методы. Интересно отметить, что связанными работами с этой тематикой является статья Джона Фон Неймана, опубликованная в трудах Томска. Я не уверен, что университет одного из институтов Томска, в то время, когда Фон Нейман находился в Томске, был период в 1937 году, в котором он исследовал критические точки вот такого типа функций, то есть исследовав функции на унитарных группах. Также Брокет, Глейзер, Скирмер, Жерарди занимались исследованием экстремов, в том числе и связанной с проблемой квантового управления экстремовых вот таких функций. Из этой теоремы можно сделать вывод, что регулярные управления не являются ловушками для нашего исходного целевого функционала. Была сделана гипотеза, обсуждалась широко, что ландшафты управления для замкнутых квантовых систем обладают свойством, исключающим существование ловушек второго рода, в принципе, то есть во всех, не только в регулярных, а в принципе во всех точках. И нами с Дэвидом Теннером был в этом направлении проведено исследование, и было показано, что не все так просто, и ловушки второго рода существуют для широкого класса замкнутых квантовых систем. В простейшем случае может быть сформулирован результат как теорема, что если матрица взаимодействия системы с управлением имеет нулевой элемент для некоторой пары И, Ж, неравный, то есть недиагональный нулевой элемент В и Ж, ну, соответственно, В, Ж, И, она, Эрмитова, равно нулю, то существует начальное состояние Ру-0, Ермитов-оператор, на самом деле класс начального состояния Ермитовых-операторов, такие, что нулевое управление является ловушкой второго порядка. Это вобщается на произвольное постоянное управление. Ну и тут тоже надо отметить, что важно, конечно, не только существование ловушек, но и окрестность соответствующая с которой точка притягивается к этой ловушке, то есть с которой трудно уйти. Но это область следующих исследований. Простейший пример физически важный, физически важная задача, трехуровневая система, n равно 3, гамильтониан и взаимодействие матрицы 3 на 3, схематические физики изображаются таким образом, если здесь вертикальная ось, то это уровни, то положение соответствует собственным значениям гамильтонианом H0, стрелочки соответствуют ненулевым матричным элементам оператора В. То есть вот 1,2 не соединяя стрелочками, значит, В1,2 равно нулю. В этом условии выполняется R0, проектор на нижнее состояние с минимальной энергией, вот такой выберем целевой оператор, проектор на второе состояние, P3 проектор на третье состояние, лямбда положительное число, и вот для таких систем управления уровнем 0, ловушка второго порядка. И эта система является очень важной для приложения электромагнитной индуцированной прозрачности, например, возникает во многих задачах. Поэтому это важный физический, важный пример. Однако для этого случая ловушка второго порядка не является локальным максимумом. То есть существует, как нами было показано, то есть существует направление, в которых целевой функционал растет, но растет достаточно медленно, как четвертая степень. Доказательство общего случая использует явные выражения для градиента и гессиана, их вариации можно явно посчитать. Вот такого типа градиент, и вот эта формула для гессиана, T – оператор хронологического упорядочения, T – оператор антихронологического упорядочения, и дальше некоторые вычисления, которые используют эти явные формулы. Основной результат, что гипотеза о том, что ловушек нет вообще, не выполняется. То есть существуют ловушки второго порядка для широкого и важного класса физических систем. Для открытых систем. Сейчас я расскажу про свойства ландшафтов управления для открытых систем. Задачи управления открытыми системами изучались многими авторами. Здесь весьма небольшой, частичный, неполный список. В частности, у нас в институте занимались Игорь Валович, Сергей Козырев и я вместе с Луиджи Аккарди, в том числе с использованием метода стахастического предела, занимались вопросами изучения управления открытыми квантовыми системами, ну и многие другие исследователи в мире тоже занимаются. И важная задача связана с тем, что реально системы, которыми мы хотим управлять, практически всегда они открытые. Ядерно-магнитная резонанса, ядерно-магнитная спектроскопия, ЯМР, спины взаимодействуют с окружением, в химических реакциях, химические реакции проходят в растворе, раствор играет роль окружения и так далее. Практически везде, то есть открытые квантовые системы, собственно, они очень важны. Собственно, практически сложно найти реалистичный пример, в таких задачах, где окружение можно пронебречь. В частности, это же одна из проблем построения квантовых компьютеров. То есть у Вендика Геренс это происходит следствие изумодействия системы с окружением. Управляемая эволюция открытой квантовой системы описывается таким уравнением. Ашу гамильтониан, ЛУ, как я упоминал, некоторый линейный оператор негамильтонного типа. То есть позже я напишу конкретный вид, пока он, опять же, не важен. Важно то, что эволюция под действием вот такого, то есть решение вот такого уравнения является вполне положительным отображением. РОТЭ, есть вполне положительное отображение ПИТЭ, зависящее тоже от У, от управления, примененное к начальному состоянию РО0. И известно, что любое вполне положительное отображение можно представить вот в такой форме, N, напомню, размерной системы, КИТ, N на N комплексные матрицы, также зависит от управления и от финального времени Т. И единственное условие, которому эти матрицы удовлетворяют, это что их вот такая сумма равна единичной матрице. Здесь обратите внимание, что здесь КК-крест, а здесь КК-крест К. И, собственно говоря, все. То есть любая эволюция открытой квантовой системы, описанная вполне положительным отображением, имеет вот такое представление. Ну и наоборот, такое представление определяет некоторое вполне положительное отображение. Предположим, далее. Множество вполне положительных отображений можно отождествить с комплексным многообразием штифеля вот такого вида. Следующим образом. Пусть у нас дана вполне положительное отображение вот такое с некоторыми матрицами КАИТа. Составим матрицу S, в которой есть столбец. Точка с запятой означает, что... То есть столбец матрица К1, следующая строка, матричная строка, матрица К2, потом матрица К3 и так далее. К лямбда, лямбда это n квадрат. То есть вот такая матрица, в которой n в кубе строк и n столбцов. И удовлетворяющие условия с крест-тессором, но единичной матрицы. Вот такие суммы можно отождествить. Каждой сумме поставить в соответствии точку многообразия штифеля. И фактически множество всех таких матриц и определяет комплексное многообразие штифеля. Вот такого типа. Здесь это некая аналогия с унитарной эволюцией. Для замкнутых систем лямбда равно единице. То есть в этой сумме мы имеем только один член. Здесь будет как крест К равно единице. То есть К будет унитарный оператор. И вместо СН у нас будет просто унитарная группа УН. В случае открытых квантовых систем у нас имеется многообразие штифеля. Тоже как небольшое замечание, но не вдаваясь подробностей. Строго говоря, одно и то же вполне положительное отображение может быть представлено разными способами в виде такой суммы. Поэтому есть отношение эквивалентности. И это многообразие штифеля надо взять фактор. Поэтому отношение эквивалентности, чтобы описать взаимооднозначно. Это тоже все сделано. В закладе я тут не вдаюсь в эти детали. Поднятие ландшафта для открытых квантовых систем на многообразие штифеля определяется аналогично. У нас есть целевой функционал, которому ставится соответствие функции на многообразие штифеля вот такого вида. То есть вот такого вида. И теорема, доказанная в нашей работе с Дмитрием Прохоренко, Ребеном и Гершием Рабицем, что поднятие ландшафта на многообразие штифеля имеет как критические точки только глобальные максимумы и минимумы и силовые множества. И тоже важно, что перечислить явно все силовые множества. Тоже это сделано для любого Н для H0 и В. И вывод отсюда тоже делается, что регулярные управления для открытых квантовых систем не являются ловушками. Я не перечисляю подробно результат, то есть, например, все силовые множества, только для случая Н равно 2, двухуровневую квантовую систему, как в примере с ядерным магнитным резонансом, силовые точки, если вектор, определяющий матрицу плотности, ну, силовые точки задаются, значение функционала в силовых точках либо 0, либо 1, либо 2 силовых точки у нас есть, силовых множества, точнее. Если в равно единице, то будет 0 силовых точек, они будут совпадать с глобальными максимумами и минимумами. Если в равно 0, то только одна, со значением силового функционала 1,2, посередине между нулем и единицей. И в остальных случаях 2 силовых множества есть. И эта задача решена, то есть эти множества описаны в общем случае, вот в этих двух работах. Таким образом, здесь можно сказать тоже, что регулярные управления для открытых квантовых систем ломушками не являются. Ну, дальше неизвестно. Как бы тут тоже есть. Необходимо продолжать исследования, чтобы изучать нерегулярные точки. Следующая задача, про которую я хочу рассказать, это задача управляемости. Тоже важная в теории управления. Важным понятием является понятие управляемости систем. Рассмотрим некоторую, произвольную классическую квантовую систему с таким вот уравнением эволюционным, x-точкой f2x, управление, x-состояние. Такая система называется полностью управляемой. Если для любых начального и конечного состояния x0 и x1 существует управление, переводящее x0 в x1 за конечное время. Какое-то конечное время, которое не фиксируется. То есть мы можем найти управление, переводящее любое начальное состояние в любое конечное. Тогда система называется управляемой. Это важно знать. Практически для конкретных систем являются они управляемыми или нет. Для замквантовых систем рассматривается управляемость на множестве чистых состояний. x в данном случае это вектор ψ в Гильбертовом пространстве. Многие авторы рассматривали проблему управляемости замкнутых квантовых систем. Фактически можно сказать, что сработал Сусмана и Джорджевича. Бутковский, Самойленко, Хуанг, Тарн, Кларк, Туренич, Рабец, Альбертини, Александру и другие. И основной результат можно сформулировать в следующей форме. Квантовая система с удовлетворяющей уравнению Шердингера в векторах состояния в Гильбертном пространстве н-мерном полностью управляема на множестве чистых состояний. Если и только есть и алгебра Ли с генераторами H0V, которые входят в уравнение движения, изоморфно-алгебра Ли симплектической группы либо СУН для четных Н, либо СУН для нечетных Н. То есть здесь возможно получить такой простой, но полный широкий результат. То есть при этих условиях квантовая система является полностью управляемой. Мы можем найти управление, переводящее любой начальный вектор в состоянии в любой заданный конечный. Для открытых квантовых систем есть разные понятия управляемости. Наиболее сильная, наиболее широкая это управляемость на множестве всех матриц плотности, когда Х равно... когда Х это матрица плотности системы. Здесь я явно выпишу уравнение движения. Итак, гаммитонов член, включающий управление, и линейный оператор, который раньше я не выписывал, но в данном случае для марковских систем, вот я его выпишу явно, он имеет общий вид, вот такой полученный в работах, Горини, Косаковского, Сударшана, Линблодан, Л и Т, некоторые Н на Н комплексные матрицы. Вот такие системы являются марковскими, и если управление постоянно, то такое уравнение генерирует квантово-динамическую полугруппу. Вопросы управляемости открытых квантовых систем исследовались в работах Клаудио Альтофини, Сони Скинмера, Соломона, и основная циарема может быть сформулирована, как сформулирована в работе Альтофини, вот следующим образом, что, ну тут я не при каких H0V, марковские квантовые системы с фиксированным L, то есть L не зависит от управления, они не являются полностью управляемыми. То есть этот результат показывает, что ситуация с открытыми системами хуже. Для замкнутых систем существуют условия, достаточно широкие условия, на самом деле, при которых они являются полностью управляемыми. Для открытых квантовых систем с фиксированным L таких условий нет. То есть они всегда не являются полностью... То есть надо что-то сказать про Ленбладиан, потому что если он не равен нулю... Конечно, да, да, не равен нулю, правильно, да. Конечно, да, Ленбладиан не равен нулю, но здесь это предлагается по умолчанию, поскольку мы рассматриваем открытую систему. То есть для любого не равна нулю? Да, да, да. В пространстве всех матриц плотности, но в пространстве всех состояний. Может быть, управляемость на подпространстве, если при некоторых, но в пространстве всех матриц плотности для любого не равного нулю. Ну, предположение о том, что L фиксировано, оно является с физической точки зрения слишком стильным, мы можем на самом деле влиять управляемым образом на L. и один из способов метода некогриентного управления предложен в нашей работе с Раббитсом состоит в следующем. В качестве управления используется, в качестве окружения используется некогриентное излучение, некогриентный свет. Известно, что в этом случае оператор L будет иметь вот такой конкретный вид, а и житые некоторые неотрицательные константы, концент Эйнштейна, L, Q и житые оператор вот такого типа, Q и житые вот такой оператор и собственные значения свободного гаминтиняна, и N омега и житые частоты перехода в системе, и N омега и житые – это плотность числа фотонов на некогриентного света вот с этой частотой, омега и житые. Эту плотность можно менять, и фактически N омега является параметром управления. И тогда утверждение такое, что при широких условиях на параметры вот этого уравнения вот такие системы с когриентным управлением U и с некогриентным управлением N омега являются приближенно полностью управляемыми. Набросок доказательства… Можно явно построить управление, переводящее любой начальный R0 в любое заданное невыраженное состояние ρf. То есть невыраженное означает, что все собственные значения различны. Множество невыраженных состояний плотно, множество всех матриц плотности. Таким образом, если мы можем создать любое невыраженное, мы можем приближенно создать со сколь угодно высокой точностью любое заданное. Первое условие, что все частоты перехода в системе различные, и все конституции Эйнштейна не равны нулю. Это случай общего положения, но, конечно, такие важные примеры, как осциллятор, например, не включаются в этот случай. Но, тем не менее, в случае общего положения вот это условие выполнено. На первом шаге управления выключаем конкретное управление, уровну нулю, и выбираем аномига вот в таком виде, где P определяется собственными значениями целевого состояния. Тогда асимптотический, при тесте ремняющейся бесконечности, эволюция матрицы плотности будет сходиться к некоторому состоянию ротильда f, которая диагональна в базисе свободного гамминтониана. И как только мы достигаем, ну это при тесте ремняющейся бесконечности, но с практической точки зрения, как только мы достигаем некоторую заданную точность, мы можем остановиться, сходимость экспоненциальная, экспоненциально быстрая. Вот, мы остановились, и второе условие, что при L равно нулю, то есть в отсутствии окружения, выбором U, можно реализовать произвольно унитарную революцию, унитарную революцию достаточно быстро. На втором шаге мы выключаем некогерентное излучение, некогерентный свет, и выбираем U, который реализует такую унитарную революцию, преобразующую базис I в заданный базис FI, I, T, целевого состояния, и как результат начальное состояние эволюционирует в Rho F. Это некая такая конструктивная двухэтапная схема, позволяющая перевести начальное состояние в заданное конечное. Таким образом, открытые квантовые системы, когда мы контролируем и гамильтоновую, и негамильтоновую часть эволюции, например, используя когерентный свет и некогерентный свет, они являются полностью, приближенно, конечно, как я сказал, приближенно, полностью управляемыми. Но с физической точки зрения здесь можно достичь очень высокой точности, с практической точки зрения можно считать полностью управляемыми. Далее следующая тема, которая... Это оптимальная аппоксимация квантово-динамического эффекта Зенона. Особенность квантовых систем состоит в том, что квантовые измерения воздействуют на измеряемую систему, даже если мы не смотрим на прибор, если мы не считываем результат измерения, то есть никак его потом не используем для обратной связи. То есть сам факт измерения, он влияет на систему, причем, как правило, достаточно сильно. Рассмотрим неселективное измерение некоторое наблюдаемое O, то есть мы не смотрим на прибор. O — это самосопряженный оператор, физически наблюдаемое. Лямбда и Т — собственные значения, Пи и Т — проекторы на собственное подпространство. Тогда после измерения матрица плотности системы будет иметь вот такой вид. то есть сумма Пи и Т — Ро Пи и Т. И квантовый эффект Зенона состоит в том, что если мы начинаем вот так неселективно измерять какую-то конкретную наблюдаемую, непрерывно, то есть со сколь угодно малым интервалом между измерениями, то система замораживается, она перестает революционировать. То есть собственная внутренняя динамика системы исчезает. И можно сформулировать математически это утверждение как теорему, что пусть система сначала находится в некотором начальном состоянии Ро 0, и в каждый момент времени Т измеряется проектор ЕТ, где ВТ — унитарный оператор, удовлетворяющий некоторым условиям гладкости, Е — некоторый начальный проектор, и Ро 0 — варианты под действием начального проектора. Тогда вероятность того, что мы будем обнаруживать, вероятность того, что ЕТ равно единице при измерении, будет единица в любой момент времени. То есть если Е — проектор на одномерное подпространство, ЕТ тоже проектор на некоторое одномерное подпространство в направлении некоторого вектора Пси-Т, Ро 0 совпадает с проектором Е, то есть чистое состояние, тогда в каждый момент времени состояние системы будет просто вот этот проектор ЕТ. То есть система, независимо от внутренней динамики, будет следовать за измеряемой и наблюдаемой. И это можно рассматривать тоже, это рассматривается тоже как управление, то есть выбирая последовательность измерений, мы можем управлять эволюцией системы, мы можем заставить систему двигаться по предопределенной заданной траектории. Проблема в том, что на практике квантовые измерения всегда требуют время и часто достаточно большое время, поэтому непрерывные измерения часто сложно организовать. И хотелось бы знать возможности одного, двух, трех небольшого числа квантовых измерений для аппоксимации вот такой вот динамики. Тогда задача можно ставиться математически следующим образом. Пусть мы делаем измерения наблюдаемых O1, O2 и ON, N наблюдаемых на системе, здесь N уже не размерность системы, я извиняюсь, вот это какое-то натуральное число. И надо максимизировать такой целевой функционал, как среднее от проектора на заданное состояние в момент времени t. Матрица плотности системы в момент времени t это просто результат измерений, наблюдаемых O1, затем O2 и так далее до ON. Начальное состояние некоторое чистое, и конечное тоже некоторое чистое. И можно доказать, что максимальное значение выражается вот такой формулой. Дельта-фи – некоторый угол, определяемый векторами ψ0 и ψt. Рассматривается двухуровневая система. Зависимость от числа измерений, максимальная вероятность перехода удается вот в этой формуле, и при n с 2 мячемся к бесконечности предел вот этого выражения равен единице, то есть имеется полное соответствие с эффектом Зенона. n с 3 мячемся к бесконечности соответствует и законечный интервал времени соответствует непрерывному измерению, в котором известен ответ, что вероятность равна единице. Вот график этой функции здесь в вероятности перехода приведен для перехода между двумя ортогональными состояниями, обозначенными здесь 0 и 1, то есть система сначала в состоянии 0, захотим перевести ее в 1 путем делая n измерений. Максимальная вероятность перехода вот дана вот этой функции, угол в этом случае дельта фира nP. И здесь можно уже определить, если мы задаем некоторую точность, число измерений, необходимое для достижения этой точности. Таким образом, что есть интересно, что в этом случае удалось явно решить, удалось получить явный ответ и также найти оптимальное измерение для такой задачи оптимальной аппроксимации динамического эффекта Зенона. На этом заключении, я перехожу к заключению, в докладе были представлены следующие результаты. Для замкнутых квантовых систем было показано существование ловушек второго порядка. Это такой неожиданный результат, немножко расходящийся с предыдущими ожиданиями. И в том числе он обсуждался в журнале Science в связи с управлением, с химическими реакциями. Второй результат – это что для открытых систем регулярные управления не являются ловушками. Тоже доказано. И перечислены все критические точки явно для любой N-уровневой системы. Затем было показано, что в пространстве с помощью комбинации когерентного и некогерентного управлений, когерентного и некогерентного излучений можно организовать полную управляемость, промеженно полную управляемость в пространстве всех матриц плотности для открытых систем. И здесь комментарий. Когерентное и некогерентное управление в данном случае имеет физический смысл как когерентное излучение поля вазера и некогерентное излучение, например, тепловое. В общем случае может быть и не тепловым. И четвертый результат, который обсуждался, это квантовый эффект Зенона, динамический эффект Зенона, для которого было получено точное решение для любых аппроксимаций к конечным числам измерений. Хотел бы поблагодарить тоже соавторов Дэви Теннер из Института Байтсмана, Эр Шрабис из Принстонского университета, профессор Реббингу из Цинхуа университета Цинхуа в Пекине, Дмитрий Прохоренко. Вот, спасибо.